всем привет меня зовут иван журавлев и сегодня я вам расскажу о новой трековой системе слот for novotech это низковольтная трековая система которая интегрируется в натяжной потолок пвх либо тканевой за счет того что система имеет демпферный узел профиль получился единый без дополнительных элементов в порядок сборки и монтажа он существенно проще чем аналогичных решений на рынке глубина в стройке трека 52 миллиметра при этом видимая часть после монтажа остается 22 миллиметра у трековой системы дорожки расположены по бокам за счет этого мы получаем более эстетический внешний вид после установки потолка система оснащена стыковочными узлами что позволяет произвести более аккуратную быструю сборку средством фиксации полотна в этой системе является демпферный узел что позволяет исключить некие риски по производственной части в раскрою полотен с точки зрения эксплуатации система является безопасной поскольку питается от 48 вольт профиль имеет порошковый окрас муар и маркируется дополнительно логотипом компании комплект поставки профиля входит два демпфера с одной и с другой стороны и две токопроводящие дорожки они медные и уже установлены в пазах трековая система выпускается в черном или белом цвете кратно 2 метрам и имеет индивидуальную упаковку внутри упаковки лежит пошаговая инструкция по сборке данной системы опциональными продуктами данной системы являются соединительные элементы прямой и угловой и торцевые заглушки черные либо белые при стыковке двух профилей по прямой используется 4 прямых соединителя затягиваются винтом с шестигранником два с половиной миллиметра количество стыковочных элементов и торцевых заглушек вы уже рассчитываете исходя из ваших потребностей и проекта компания новотех своем арсенале имеет широкий ассортимент осветительных приборов это всевозможные подвесные светильники это светильники книжки с рефлекторами с рассеивателями с разными типами рассеивателей угловые световые светильники стаканы и многие другие о которых вы можете более подробно узнать на сайте компании новотех модельный ряд светильников новотех подразделяется на два вида с управлением и без управления если вы хотите дистанционно управлять освещением а также менять сценарии вам необходим светильник с контроллером который способен изменять температуру от теплой к холодной а также диммирование от 0 до 100 процентов само управление светильниками осуществляется при помощи дистанционного пульта управления которые приобретаются отдельно на светильниках предусмотрена система фиксации с двух сторон когда вы устанавливаете светильник в трек фиксатор нужно перевести в положение лог за питание трековой системы отвечают два типа блоков один из них устанавливается непосредственно сам трек второй тип скрытого монтажа устанавливается за натяжным потолком где могут быть люки доступа либо низковольтный щит в зоне обслуживания оборудования система имеет два вида коннекторов коннектор водопитания подает ток а коннектор гибкий передает ток от трека к треку в прямых либо в угловых положениях на гибком и питающем коннекторе также предусмотрена система фиксации первым что необходимо сделать это отметить уровень будущего натяжного потолка подобрать тип консолей 90 миллиметров 60 миллиметров и по заданным проектным размерам закрепить консоли к черновому потолку рекомендуемый шаг установки консоли не более 80 сантиметров и напротив друг друга далее приступаем непосредственно к работе с самим профилем извлекаем из демпферного паза демпфер извлекаем из профиля токопроводящие дорожки визуально оцениваем профиль на наличие каких-то видимых дефектов и оцениваем всю конструкцию в целом далее приступаем к нарезке профиля по заданным размерам для этого воспользуемся торцовочной пилой при этом торцовка обязательно должна быть нормально отъюстирована у нее должны быть минимальные погрешности и диск необходимо использовать по алюминию для достижения наилучшего результата места реза можно обработать наждачной бумагой после того как вы нарезали профиль вам необходимо нарезать демпфер и токопроводящие дорожки при распиле на торцовке токовые дорожки извлекаются поскольку дорожки внутри трека расположены с небольшим люфтом и имеют некий ход движения и его очень сложно зафиксировать в качестве безопасного метода для нарезки шинопровода рекомендуем использовать ушм ножовку по металлу либо ножницы по металлу после того как вы нарезали профиль вернулись на провод на место необходимо произвести стыковку по углам и по прямым местам для этого необходимо воспользоваться прямыми соединителями и угловыми соединителями обратите внимание что и на прямых и на угловых соединителях элемент фиксации это винт с шестигранником два с половиной миллиметра который довольно надежно фиксирует стыки в своем положении можно очень точно и корректно отъюстировать стык бывают ситуации когда шестигранный винт проворачивается на резьбе соединителя в этом случае мы переходим на крепеж через саморез клоп если вашей композиции трека присутствует торцевой элемент необходимо приобрести дополнительную торцевую заглушку и установить ее в торец профиля зафиксировав на 4 самореза обратите внимание что на торцевой заглушке присутствует отверстие для вывода питания следующим этапом идет установка демпфера его подрезку необходимо производить ножом и также склеивается накрилатным клеем после этого необходимо обработать наждачной бумагой и только после этого устанавливать демпферный паз при этом стык демпфера не должен попадать на стык профиля что касается торцевых элементов и поворотов трека демпфер необходимо зарезать под 45 градусов можно воспользоваться шаблончиком изготовленным самому из того же профиля нарезается на торцовке профиль вставляется в него демпфер и по срезу профиля ножом подрезается под 45 градусов рез под 45 градусов обеспечивает более эстетичное примыкание полотна будь то тканевого либо пвх а также минимизирует риски порезов при заправке обращаем ваше внимание на правильность установки демпфера в профиле зубчики расположенные на демпфере всегда смотрят на лицевую сторону а с обратной стороны идет контрольная метка которая фиксирует положение демпфера в профиле важным этапом при сборке всей композиции это проверка работоспособности системы для этого на трек необходимо подать питание через коннектор и блок питания и каждый отдельный профиль от стыка до стыка необходимо проверить на работоспособность светильника после того как мы убедились что все участки трека работают можно производить дальнейшую установку в будущий горизонт потолка на заранее подготовленные консоли для крепежа трека к консолям рекомендуем использовать саморезы со сверлом длиной не более 16 мм чтобы не повредить видимые части профиля после выравнивания трека в горизонт приступаем к электромонтажным работам и подключения трека к сети установка полотна в помещении производится согласно выбранной вами технологии после заправки всего периметра помещения производится врезка непосредственно самого трека при заправке пвх либо тканевых материалов в демпферный паз очень важно уделить внимание шпателю то есть инструменту которым производится работа он должен быть гладкий и без зазубрин от полированные края для того чтобы пленка не прорезался либо тканевое полотно также не портилось из личных рекомендаций по опыту могу сказать что шпатели компании клипсо самые лучшие для этой работы заправка материала производится от прямого участка к торцевым либо угловым элементам и уже после этого производится обработка углов и поворотов более детально ознакомиться с установкой демпферной системы вы можете на канале шадов дизайн ссылочку мы прикрепим в описании к этому видеоролику это был обзор трековой системы слот фонова тех спасибо всем за просмотр с вами был Иван Журавлев до новых встреч пока пока